МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА День добрый. Проходите. Ну что, можно начинать? Когда я буду в Варе? Отлично. СМЕХ Владимир Коломеец. Родился 12 марта 1963 года в Севастополе, село Андреевка. Входит в реестр художников России. Организатор пленеров для начинающих художников любых возрастов. Любит писать пейзажи Крыма и Севастополя с натуры. Хобби – резьба по дереву. Его картины выставляются в галереях Москвы и Санкт-Петербурга. Многие работы Владимира Коломейца находятся в частных коллекциях России, Украины, Франции, Англии, США. Дело в том, что когда я был маленький, лет 8, наверное, 12, где-то в этом периоде, 8-10, может, мне подарили краски масляные. И я, когда их открыл, понюхал, я понял, что знакомый запах. Я, ну, до этого я не сталкивался с масляными красками художественными. Мы бегали по общежитиям, там, как-то забежал в комнату дедушки одному там. Очень старый дедушка жил там. Мы что-то хотели его позвать куда-то там. А у него на столе лежали картинки и фотография девушки, девушки, и клеточка расклечена такая. И на картонке, она же нарисована красками. Я столбенил, и на минут 20 так стоял, смотрел. Для меня это было чудо, что что-то в моем организме отреагировало на этот какой-то процесс, и я обалдел просто. После художник познакомился с альбомом работ Айвазовского. Это стало последней каплей. С тех пор маленький Владимир заболел живописью. Дальше прогулы строительного колледжа ради лишних часов для занятий живописью. Потом армия. Я три года служил в Анапе, морчать все по-грангойски. Там была рота, где художники работали очень много. И ребята были приглашены, ну, как сказать, призывали с многих училищ, академий. И там были репинские ребята. Я вот любовался, как они пишут. Ну, конечно, они там бездельники были, я им завидовал, насколько они там жили во льготном три года. Ну, когда у них были заказы по 20-30 портретов героев писать, вот они там, конечно, работали. Но я любовался, как это происходит. Я когда заступал на ряд, сутки там отстоял, я вот просто любовался. Там висели копии Айвазовского, Шишкина, потом Куинджи. Ну, я просто, ну, щупал, пробовал, как это написано. Я изучал уже. В этот период художник находился в поиске, много экспериментировал, пробуя разные стили. Долго не думал, в сердце откликнулся реализм. Понял, что именно этот стиль вызывает у него больше интереса. Чем посвятить себя после армии художник понял сразу. Следующим этапом стало поступление в текстильную академию в городе Иваново. Когда поступил уже в академию текстильную, то там у меня живопись не преподавалась вообще. Там были декоративные начальные образования. А мне это не нравилось. Поэтому ушел в подвал. Академическая живопись реалистическая, она успокаивает ум. Потому что когда человек смотрит на реалистическую картину, его ум знает это. И он раз, усыпляется. Как только он смотрит на что-то абстрактное, ум возбуждается. И начинает очень часто, ум может быть настолько неспокоен в этой абстракции. Он что-то там ищет знакомое. И вот этот поиск может годами продолжаться. Поэтому живопись абстрактная, она очень опасная в плане нашего внутреннего состояния. Реализм усыпляет ум и пробуждает абстрактные чувства. С этого момента художник принял решение развиваться самостоятельно. С каждым днем повышая свои навыки. Много лет жил и писал в Иваново. Потом в Санкт-Петербурге. Участвовал в выставках. После присоединения Крыма и Севастополя к России, Владимир Коломиец вернулся домой. Потому что здесь я все-таки чувствую себя дома. У каждого человека есть свое энергетическое место, где он чувствует себя сильным, здоровым и слитым с этим энергетическим местом. Вот Андреевка, видимо, эпицентр моего, так сказать, существования. Здесь, как говорится, родился и пригодился. Поэтому здесь и мир, и вид, и, не знаю, и аура вот этого места на меня. Поэтому я свой первый поворот могу писать бесконечно. И как не придешь, посмотреть на первый поворот. Ну, с картином на выставке там этот первый поворот везде прописан. Первый поворот – это мыс Лукул. Здесь проходило детство художника. Вся любовь Владимира Николаевича к Андреевке прямо транслируется в его работах. Вот давай. Продолжай, да? Да. Так, продолжаем. С детства эти дрова постоянно… С дедушкой мы их вытаскивали и пилили на дрова. Но я всегда ввел красивую структуру дерева. Но я тогда не понимал, что с этим делать. А вот сейчас я сам уже собираю, вылавливаю эти дровишки. Даже не понимаю, что это за дерево. Вот это может быть даже и орех еще. Но вот бывают такие породы очень интересные. Они превращаются во что-то… Сама деревяшка говорит, что с ней делать. Вот это вот было полено, которое хотел уже разрубить, а потом остановился, когда увидел вот это вот. И вот получилась вот такая штучка. Материалы художник находит на побережье Андреевки. Часто после штормов море выбрасывает на берег большое количество коряк, которые Владимир обрабатывает. Кстати, деревообрабатывающий станок Владимир Коломенец сделал своими руками. Я купил моторчики с стиральной машины, собрал в кучку. И сделал свои станочки. Я теперь могу уточить даже вот такие хорошие деревяшечки. И вот такие могу уточить. Как вот эти вот. Еще я делал очень красивые штучки. Они… Я их называю духом местности. Они вот у меня… Это грецкий орех, вот это лох серебристый. Ну, как абонитовое дерево. Черные они такие, темные. Очень красивые вещи. Короче, я теперь болен этой темой. Я не могу это спалить теперь в печке. У меня хорошая буржуйечка сделана, но я уже не могу. Дрова рублю, и все. Как только есть что-то похожее на какой-то предмет, я его лучше выточу, и все. Теперь с дровами проблема у меня. В этом году Владимиру Коломийцу исполнилось 60 лет. По этому поводу у мастера возникла идея написать в маслом серию из 60 картин. На каждой работе автор изобразит севастопольскую Андреевку. Любимые и красивые места. Я же говорю, да, уже по плану. Наверное, все-таки сделал отдельную выставку, чисто посвященную Андреевке, потому что тут магическое место. Многие приезжающие в Андреевку, все говорят, что какое-то у вас странное место. У нас в любое время и в любую погоду можно прийти к морю по хорошей дорожке. Ты просто, как говорится, насыщаешься вот этим природным ландшафтом, незастроенным, незамученным. И море у нас живое, реальное, поэтому мне повезло, что я вразился в Андреевке. Многие пейзажи Владимир Николаевич создает в смешанных стилях. Реализм с добавлением сюрреализма. По словам мастера, его работы – это отдельные миры, которые приходят к нему сперва во сне. Оттуда он берет идеи. Ну, исполнено в манере реализма, да, реалистическая манера исполнения, но сюр в том, что совмещение, как бы сказать, ну, вещей, которые не могут соприкасаться. Например, у меня полдень, а здесь полночь. То есть соединение полночи и полдня, как бы оно нереальное, поэтому... Ну, как бы для меня сюрреализм в этом, что параллельные миры можно увидеть на одном холсте, в одном, так сказать, на плоскости холста несколько параллельных состояний, переживаний, измерений, там, вот это все. Мне хочется здесь вот на это вот создать такое идеальное свечение, чтобы вот, смотря на работу, можно было туда погрузиться. Когда я занимаюсь сновидениями, я вижу, насколько там все реалистично, очень хорошо и четко. Вот этот мир сновидений, можно сказать. Потому что у нас в реальности вот это место, в Луку, там нет таких лодочек, там нет домиков. Но я туда вставляю, потому что я во сне это вижу там есть. И очень интересный момент такой, что раньше у меня какая-то была фраза еще, когда я, почему я, что я пишу, какие картины, почему я так вылизываю. Потому что они должны быть настолько убедительными, чтобы туда можно было войти. Поэтому я бы писал, как сказать, картины, в которых я потом жить после смерти буду. Пишет маслом, иногда акрилом. Другой материал его пока не привлекает. Вот эта пастозность, массивность вот этого маска масляного ничем не заменишь. Поэтому масляная живопись, она настолько интересная и богатая. Виртуозность в масле поинтереснее будет. Акварель она, виртуозы там шикарные, но масло это... Даже не знаю, с чем сравнить. Но масло круто. Владимир Коломеец стремится создавать не только картины со своими волшебными мирами. В ближайших планах у художника развивать свою школу живописи, участвовать в выставках, а также пополнять свое портфолио большим количеством портретов. Вообще художник, если вы слово художник перевернете, прочитаете сзади, как русский язык это подразумевает, смысл сзади записан, то это получается кинжал духа. Художник, кинжал духа. Поэтому художник является острием некого такого существа, я бы сказал, божественности, божество, ну как сказать, давайте так сказать, божественное через художника себя проявляет.